МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Ценные бумаги. В России увеличат госпошлину на ряд документов. Полвека на страже экологии. На биологических очистных сооружениях обновляют оборудование. Живая легенда. Чемпион олимпийских игр по боксу. Валерия Соколов отмечает 70-летие. Итоги социально-экономического развития за первое полугодие подвели в «АллатРе». Сегодня там побывал глава Чуваши Михаил Игнатьев. Рабочая поездка главы республики в «АллатРе» началась с просмотра документального фильма о городе. Показывать киноновинки жителям муниципалитета теперь будут на большом экране. Порядка 5 миллионов рублей на строительство нового кинозала выделены из Федерального фонда кино. На эти средства приобретено звуковое и цифровое оборудование зала, оснащенное 3D-системами. По качеству картинки и звука «АллатРский кинотеатр» ничем не уступает столичным. Подобные залы за счет фонда кино были открыты и в других районах. Мы открыли в городе Шумерли кинозал, мы открыли в городе Канаши кинозал. Здесь практически все современные технологии применяться будут и для молодежи будет интересно, и для тех, кто в возрасте. И мы тоже будем приезжать, вместе с вами будем смотреть кино в городе «АллатРе». Сегодня же в «АллатРе» вели в строй новую дорогу. Километровый участок по улице 141-й стрелковой дивизии нуждался в ремонте давно. Раньше водителям приходилось лавировать между ямами. Подрядчики завершили работу в срок. Здесь положили новый асфальт и оборудовали тротуары для пешеходов. Городским властям предстоит решить и другие проблемы. Многие местные жители жалуются на удручающее состояние дворовых территорий. У нас вот сейчас дождик прошел, нам выхода нету. У нас здесь лужа, здесь лужа, мы в Азербе. Вообще. Нельзя было обойти этот проезд мимо школы и котельной. Это безопасность. И в комплексе идет застройка 27-го дома, 28-го и 36-го. Вот этот круг закрываем. Следующий год, я вам обещаю, 13-й дом. Очень дом большой, там миллион два надо на этот двор. Мы сделаем. Сейчас проект уже заказали. Вопросы благоустройства обсуждали и на расширенном совещании с активом города. Михаил Игнатьев отметил, что власти муниципалитета должны пересмотреть программы ремонта дорог и дворов. Вот эти цифры, расчеты еще раз перепроверить, поспорить за круглым словом, уважаемые депутаты. И утвердите на собрании депутатов, расставьте правильные приоритеты. И исходя из этого мы на уровне республики будем смотреть и обеспечиваться финансированием. Властям города необходимо навести порядок в сфере ЖКХ. За последние годы в муниципалитете выросли долги за потребленные газы и электричество. Решить эту проблему намерены в ближайшее время. В расстоянии на 1 августа задолженность составляет 100 миллионов 600 тысяч рублей астрономической суммы. И по отношению к началу прошедшего отопительного сезона, то есть 1 ноября 2015 года, выросло на 19,5 миллионов рублей или на 24%. В настоящее время выполнено требование «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» в части перехода теплоснабжающего предприятия «АллатРский ПОК» на прямые платежи 100% за поставленную тепловую энергию собственникам жилья. И с началом отопительного периода, я надеюсь, после снятия блокировки счетов, у предприятий появится реальная возможность самостоятельно собирать денежные средства и своевременно рассчитываться за газ и электроэнергию. Другого пути просто нет. В «АллатРе» продолжаются работы по ликвидации аварийного жилищного фонда. Из бюджета республики на эти цели было выделено более 500 миллионов рублей. Промышленный комплекс «АллатРе» демонстрирует определенные успехи. Снизилось количество убыточных предприятий, растет объем отгруженных товаров. На сегодняшний день есть все предпосылки для того, чтобы к концу года исправить ситуацию. Как говорится, мы долго запрягали, но надеюсь, что быстро поедем и к концу года сохраним хотя бы 100% в соответствующий период 2015 года. Лучшим из лучших сегодня вручали награды. Благодарности и часов от главы республики удостоила спортсменка Евгения Шелгунова. В этом году она вошла в состав сборной страны по гимнастике. На Олимпиаду в Рио-де-Жанейро девушка отправилась в качестве запасной. Приоритеты перед властями «АллатРе» расставлены. На этой неделе итоги социально-экономического развития будут подведены в Шумуршинском и Яльчковском районах, а также в городе Новочебоксарск. Дмитрий Ковалев, Рызель Мухаммедов. Республика. Сегодня же глава Чуваши встретился с руководителями «АллатРского района». В ближайшее время в «АллатРском районе» начнут ремонтировать автомобильную дорогу, соединяющую село Порецкое и город «АллатРь». С подрядчиком уже составлен договор. Власти муниципалитета отчитались и о готовности к новому учебному году. Этим летом провели капитальный ремонт двух школ. К примеру, ученики села Старый Айбеси теперь будут заниматься физкультурой в новом спортивном зале. В районе завершаются уборочные работы. Урожайность превышает 17 центнеров с гектара. Намолочено порядка 25 тысяч тонн. На сегодня по району убрано 91% зерновых. В основном все свои хозяйства завершили уборку. Единственное предприятие – это общество «Граничное ответственность» с НДН «Агро», у которых в пределах трех тысяч зерновых еще не убрано. Я думаю, и с Михаилом Васильевичем обговорили, в течение недели зерновые уборочные работы будут завершены. Совет старейшин при главе Чуваши провел очередное заседание. Говорили о том, как проходит в Республике год человека труда. Коллегиальное открытое рассмотрение вопросов помогает выбрать оптимальное решение. В Республике регулярно проводятся мероприятия, посвященные году человека труда. За их поведение отвечают все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также предприятия и организации Чуваши. Контроль возложен на Минтрут Чуваши. Своими соображениями поделились и руководители муниципалитетов. Глава администрации Батревского района Рудольф Селиванов рассказал, что у них взяли под особый патронат ветеранов. Поводом послужил рассказ женщины-ветерана Агропрома, которая всю жизнь проработала на селе, создавала коллективное хозяйство. Здания и сооружения, построенные с ее участием, до сих пор приносят пользу уже современному сельхозпредприятию. Но новые руководители о преемственности порой забывают. На сегодня мы заявили пора от Ахуза Бурмана. Вот это ее высказывание до глубины души меня за это задело. И вот с августа месяца нами было принято решение организовать честное ювелярия всех тружеников села, ветеранов сельскохозяйственной отрасли, которые самотвердно трудились на полях и на фермах, упорным трудом поднимали наше батровское сельскохозяйство в послевоенное время. Выслушав руководителей районов, старейшины внесли немало предложений. Одно из них касается эффективного, теоретического и практического обучения будущих специалистов агропромышленного комплекса. Приятное решение, чтобы объединить передовое хозяйство, которое имеет передовую технику, передать на базе какого-то хозяйства, крупного хозяйства, организовать совместное обучение. Это называется частное государственное партнерство. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. Полвека на страже экологии Чебоксары города-спутника. Речь о биологических очистных сооружениях. Сейчас на жизненно важном для двух городов-объекте идет модернизация. О том, что и для чего обновляют, смотрите далее. Перед тем, как попасть в Волгу, все канализационные истоки Чебоксары, Новочебоксарска приходят сюда, на биологические очистные сооружения. Сокращенно БОС. Их построили 49 лет назад. За это время оборудование и системы износились. Обновление запланировано провести в три этапа. Сейчас завершился второй. В эксплуатацию ввели комплекс нового оборудования. Это еще одна воздуходувная станция. Она подает кислород в специальные емкости – аэротенки. Там происходит биологическая очистка. Нечастоты контактируют с микроорганизмами, которые питаются загрязнениями и, в свою очередь, могут существовать только в насыщенной кислородом среде. Необходимость новой воздуходувной станции возникла в связи с тем, что стоки стали приходить более концентрированными. Чем больше загрязнений в сточной воде, тем больше требуется воздуха для биологической очистки. И в то же время прекращение подачи воздуха приводит к тому, что гибель активного вилла происходит в течение нескольких часов. И, соответственно, для его восстановления требуется не один месяц. Возходувная станция будет работать независимо и независимо от отключения электроэнергии. Еще один пункт второго этапа модернизации. Вот в эксплуатацию мини-теплоэлектростанция. Была проведена и введена в эксплуатацию как генерационная установка или мини-теплоэлектростанция, которая предназначена для выработки электрической энергии и, естественно, тепловой энергии. Электрическая энергия используется для нужд предприятия. Тепловая энергия, соответственно, то же самое для нужд предприятия. Это отопление в зимний период и обеспечение горячим водоснажением предприятия в летний период. Себестоимость электроэнергии значительно ниже, чем электроэнергия, которую мы закупаем, получается значительная экономия денежных средств. Чем больше экономия средств для предприятия, тем ниже тарифы для населения. Впрочем, главный бонус модернизации – сохранение экологии республики и регионов, которые ниже по течению Волги. Так, например, МиниТЭЦ может работать как резервный источник питания при аварийных ситуациях, что не позволит очистным остановить работу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоимость повысится с 500 до 1500 рублей. Госпошлина за получение загранпаспорта нового поколения также возрастет до 5000 рублей. При этом новый проект МВД предусматривает увеличение госпошлин лишь на документы нового образца. Цены на бумажные варианты останутся прежними. Своё предложение Министерство внутренних дел обосновывает удорожанием стоимости производства этих документов. В частности, изготовление загранпаспорта с электронным носителем информации ежегодно дорожает более чем на 10%. Государственные пошлины предложено увеличить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета. Говорится в пояснительной записке к законопроекту. В Новочебоксарске задержан 39-летний житель города, подозреваемый в производстве амфетамина. В его квартире, расположенной по улице Восточной, полицейские обнаружили целую лабораторию, предназначенную для изготовления психотропных веществ. Подробности в репортаже наших коллег из пресс-службы МВД. В поле зрения оперативников мужчина попал еще в марте текущего года. Тогда его 16-летний сын попал в больницу с передозировкой наркотиков. Парни спасли, а вот доказать, что именно отец угостил подростка амфетамином, в тот момент не удалось. Опасаясь попасть в руки полицейских, Новочебоксарец прекратил свое производство и затаился. Однако спустя некоторое время он возобновил работу в домашней лаборатории. В ходе обыска в квартире у Новочебоксарца было изъято около 2,5 грамм амфетамина. Это около 10 разовых доз. А также были изъяты компоненты и вещества для изготовления указанного психотропного вещества. Из этих веществ можно было изготовить около 10 грамм амфетамина. Это около 50 разовых доз. Все необходимое оборудование для создания своей лаборатории мужчина заказал в интернете. А препараты для изготовления наркотических веществ покупал преимущественно в больших городах. В настоящее время подозреваемый пошел на сотрудничество со следствием и дает признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение наркотических веществ. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Инклюзия как реализация права детей на образование. В Чебоксарах в программе «Доступная среда» подключились и детские сады. В трех из них проводится ремонт, чтобы дети с особенностями чувствовали себя комфортно. Что изменится, узнала наша съемочная группа. Инклюзия – это включение детей с особенностями развития в систему общего образования. Такая форма работы в Чебоксарах практикуется уже давно. В 13 детсадах есть группы, компенсирующие комбинированные направленности. Действуют три ликотеки, четыре патронатные группы. Однако этого недостаточно, чтобы удовлетворить потребность в образовании всех особенных детишек. В городе у нас охвачено дошкольным образованием, именно инклюзивным образованием, около тысячи детей. В очереди, к большому сожалению, еще дети у нас есть и 800 детей таких у нас, которые нуждаются именно в специализированных детских садах. В этом году еще три садика попали в федеральную программу «Доступная среда», которая предполагает создание специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это начинается тактильная плитка, которая ведет их ко входу и, соответственно, потом ведет их по всем коридорам в те комнаты, куда им нужно попадать. То есть это санузел, где будут поручни, где будет та же тактильная плитка, даже чтобы слабовидящий или слепой ребенок мог посредством того, что наступает на плитку, определить направление. То есть или нужно, можно дальше двигаться или остановиться. Также мы расширяем дверные проемы для удобства попадания в них на инвалидных колясках. Федеральная программа «Доступная среда» действует с 2011 года. Раньше в ней участвовали только школы. В прошлом году, например, на установку специального оборудования выделено около 2 миллионов рублей. В этом году средства получат 11-й, 128-й и 137-й Чавоксарские садики. В течение трех лет Россия сможет полностью себя обеспечить фруктами, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев. Садовод из Чувашии Александр Кузьмин уже сейчас выращивает фрукты и не думает об импортных аналогах. Яблоки, груши, ежевика, абрикосы, черешня, вишня, слива и виноград. Так выглядит сад Александра Кузьмина. Садовод из Цивильского района выращивает фрукты и ягоды вот уже 5 лет. За это время три гектара земли превратились в настоящий райский сад. Чтобы этим всем заниматься, надо очень большое настроение надо, если желание, можно сказать. Только терпимость надо как-то. Не жить в сегодняшнем дне, а надо уже посмотреть на ближайшие перспективы на 3, 5, 10 лет. В нынешнее время сейчас селекционер работают таким азартом, да. И винограды год за годом больше и больше гибридов бывает, выращивают. И яблони, груши тоже самое. Сейчас есть возможность очень большими темпами развиваться. По 4-5 сортов каждого вида фруктов и ягод, а также розы, гортензии, можжевельник. И это еще не все. Уже на следующий год Александр Кузьмин планирует угощать свою семью персиками. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Сегодня 70-летие отмечает чемпиона Олимпийских игр по боксу 1968 года. Заслуженный мастер спорта СССР, уроженец Урмарского района Валериан Соколов. Его имя носит одна из чебоксарских детско-юношеских спортивных школ. Для ее воспитанников и тренеров Валериан Соколов по сей день пример для подражания. Его золотой олимпийской медали почти полвека. Несмотря на это, Валериан Соколов до сих пор остается единственным боксером Чувашии, которому покорился Олимпийский пьедестал. Будучи 16-летним подростком, Валериан пришел в зал и уже через 6 лет держал в руках золотую медаль, завоеванную на главных стартах четырехлетия. Безусловно, мы гордимся нашим Валерианом Сергеевичем Соколовым. Это четырехкратный чемпион Советского Союза, олимпийский чемпион Мехико 1968 года, настоящий полковник, дважды полковник, наш земляк. Я очень счастлив, что лично знаком с ним. Я хочу сегодня передать ему глубочайшие, искренние и величайшие поздравления с его юбилеем, с его 70-летием. Дай Бог ему здоровья, успехов. Уже долгое время Валериан Соколов живет в Москве. Но здесь, на родине, в Чувашии, его помнят, им восхищаются, ставят в пример подрастающему поколению спортсменов. В день юбилея Валериан Сергеевич только и успевает принимать телефонные звонки с поздравлениями от представителей спортивной общественности Чувашии. Это вдохновляет и приятно, что не забыли, что мой труд очень скромный такой. Он как-то остался в памяти наших земляков. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин